Всем привет! С вами Мэтт Закэт, и сегодня мы идем в пивнушку. А нет, не угадали. Мы идем в котлету по-киевски. Котлета по-киевски от Артура Чапаряна. Сегодня мы купим все эти котлеты по-киевски. Более того, я же из Волгограда, а это столица котлет по-киевски. И я их переел очень много на своем веку, поэтому будет очень интересно сравнить. И Матюша их тоже понюхает. Вход находится за вот этой грязной дверью в темный страшный подвал. Надеюсь, там ничего опасного нет. Пошли, короче. Так, ну давайте все тогда пять видов. И соусы какие-то у вас были тоже? Можете попробовать наш домашний тартар. Домашний тартар. Давайте до пошли тартар. 1860 рублей к власти. Оказывается, тут не только прихожка есть, но еще и зал. Искусственно расширяемый этими зеркалами. Если бы не вот эти зеркала, у меня бы точно случился приступ к аустрофобии. Корчица. Пять видов котлет. Все мы взяли. Взяли какие-то крокеты. Есть еще картошка фри, но я взял батат фри, потому что это круче, интереснее. Соус взяли домашний тартар. Итого это вышло в 1860 рублей. Забегая вперед, это безумно дорого, потому что я вспоминаю котлеты по-киевски в Волгограде. И все они стоили 50-60-70. Возможно, если получится, я вставлю кадры котлет по-киевски, которые продаются в Волгограде. Ну, то есть они мега дешевые, вкусные. Интересно очень сравнить будет. Ждем. В общем, ждали мы 28 минут. Но судя по тому, сколько там заказов, они прям постоянно, постоянно, постоянно. И не только блогеры, еще какие-то мамочки с детьми, какие-то люди, которые берут это на работу и так далее. У всех чеки по два косаря, по два с половиной. Безумие. Если вы жили в Волгограде, то вы знаете, что котлеты по-киевски нужно есть на улице, на лавочке. Когда вы опаздываете на лекцию, когда ветер вам в лицо дует, дождь собирается. В общем, безумие творится, надо есть котлеты по-киевски. Поэтому давайте пробовать. Выглядит это все вот так вот. Подписано. Халапене, зелень. Классика сыр, грибы. Кракеты и батат. К своему стыду, хотя кому я вру, мне не стыдно. Я не знаю, что такое крокета до сих пор. Каждый раз узнаю, каждый раз забываю. Вот это называется крокеты. Тепленькие. Давайте начнем с классической. Выглядит она вот так. Я, честно говоря, за 270 рублей ожидал увидеть что-то более внушительное. Потому что вот в Волгограде у нее ровно такого размера. Но это такая маленькая котлетка. Ваше здоровье. Панировка хрустящая. Внутренность мягкая. Курицы пока не пойму, много или мало. Но вот она курица. И масла, конечно, здесь дофига. Если кто не знает, это сливочное масло. В общем, это далеко не лучшее и не худшее котлеты по-киевски, которые я пробовал. Типа абсолютно вот среднячок. Ладно, поедем пока дальше. Буковка С это означает сыр. Это как будто бы, знаете, помассивнее. Смотрите, пожирнее, покруглее. Интересно почему. Пробуем. Сыр здесь, ну, приличный, кстати. Он прям неплохо ощущается. На вкус гораздо лучше, чем классическое. Именно из-за сыра. Та же самая хрустящая панировка. Ну, кстати, довольно тонкое тесто. Бывает тесто гораздо толще. И очень мало курицы. Здесь курицы не то, чтобы много, но нормально, скажем так. На очереди у нас с грибами. Вот буковка ГА это с грибами. Пальцы мои уже оледенели. Вот она котлетка. Она здесь вот почему-то мягенькая. И вот здесь мягенькая. А здесь хрустящая жесткая. Ну, пробуем. Забавно. Как будто эта котлета услышала мое пожелание. И здесь масла гораздо меньше. Либо оно именно впиталось вот в эти грибы, курочку и прочее. На вкус напоминает жульен из грибов. С курицей. Очень сильно напоминает. Вкусно. Но не... Пока для меня лидер это вот с сыром. Она вообще офигенная. Но за 300 рублей, там 270-300, ну, не важно, да. Я бы не купил пока ни одну из этих котлет за эти 300 рублей. Они не стоят того. Ну, мое сугубо личное мнение. Дисклеймер, дисклеймер. Сугубо личное мнение. Попробовать можно. Ради развлечения, ради разнообразия. Но реально, вот то же самое, что я столько лет ел в Волгограде. В разы дешевле. Просто в разы. Хотя на улице плюс два, здесь просто пипец как холодно. Я замерз жуть просто. Господин Голубь подтвердил. Посмотрите, какой нахохленный. Смотрите, какой нахохленный, а? Поэтому вот это сейчас мы возьмем домой и попробуем вместе с Матюшей. А сейчас я попробую крокеты и батат. Пока не тепленькие. Как мне сказали, крокеты это что-то типа драников. Ну, в общем, что-то из картошки. Мне сказали, что это домашний тартар. Пробуем. Соус просто божественный. Знаете, больше из-за свежайшей зелени. Да, крокета, чтобы это не было. Вкусный. Соус офигенный. Батат и какой-то странный значок. Не знаю, что это такое. Руны, наверное, защитные. Охо-хо. Смотрите, какой красный. Бататище. Как? А вкус это как смесь картошки с морковкой. А я терпеть не могу запеченную морковку. Но придираться не буду. Это просто мне не нравится. Вообще, нормально. Ну и все. Сейчас будет переход. И после перехода мы с Матюшей. И, возможно, бусинкой будем пробовать еще две котлеты. Переход. Переход был? Был переход? Нет? И, наконец, мы в тепле и уюте. И мы готовы попробовать еще две котлеты. Да, Мэсь? Мэть уже обнюхал весь пакет. Он его обнюхивал, 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 обнюхивал. А я говорю, Матюш, давай чуть-чуть подождешь и начнешь обнюхивать. А он такой, нет, хочу сейчас. Смотри, Матюш. Ладно. Нас интересуют две последние котлеты. Нам сказали, что халапеньо это одна из самых популярных котлет. И насколько я там сидел и слушал, да, действительно, ее заказал почти, ну, практически каждый человек, который заказывал после нас. Пробуем. Ну, упакована добротно, конечно. Это обычная котлетка, точно такая же. Небольшая. Вот она всего лишь размером. Вот относительно Матюши, если интересно. Матюши очень интересно. Эта котлета немного остренькая из-за халапенья. Здесь есть сыр. Но на вкус сырная котлета гораздо лучше. Здесь сыр, кстати, есть тоже. Но там сыр другой. Почему такой ажиотаж вокруг нее, я не очень понимаю. И последняя котлета, но не по значению, надеюсь. Это с зеленью. Все они выглядят абсолютно одинаково, кроме одной, которая была чуть более толстенькой. Но я думаю, это просто, ну, случайность. Матюши не заценил. Ладно, пробуем. В этой котлете, ну, очень много зелени. Прям вот зелени от души. Мне вообще не зашла. Не знаю, почему, может быть, из-за сочетания зелени. Или потому что ее, наоборот, слишком много. То есть, прям вот трава, трава, трава. Вот эту котлету я бы не купил, даже если бы мне нужно было бы купить еще одну котлету какую-то. Ну, вообще вкус мне не зашел. Может быть, кому-то такое нравится, но мне точно нет. Посмотрите, сколько здесь травы. Я ничего не имею против зелени, но реально вкус как-то не очень. Ну и самое веселое, итоги. Место. Ужасающий бункер. Ну, честно, мне не очень зашло. Но это было весело, забавно спускаться туда. Там вот это вот какие-то катакомбы вот эти с зеркалами и так далее. Но место не очень. Но там, насколько мне известно, они вроде собрались переезжать. Но меня особо не волнует. Что по поводу котлет? Больше всего мне понравилась сырная котлета. Вот ее бы я взял еще раз. Меньше всего понравилась зеленью. Потому что вкус мне вообще никак не зашел. Ну и в целом я бы вот второй раз ни одну бы из этих котлет вообще бы не купил. Потому что, на мой взгляд, это очень дорого. И можно было бы поспорить, что это типа Москва, центр Москвы, там все фигня. Типа они очень дорогие, это нормально. И очень многие люди покупают. Но ты покупаешь, когда вот эту маленькую котлетку за 300 рублей, ты по идее должен ей наесться. Двумя котлетами я лично вообще не наелся. А это 600 рублей. У меня возле дома вот такую огромную шурму можно купить за 220 рублей. И я половину съедаю и объедаюсь. А по факту внутренности там одни и те же. То есть ингредиенты те же самые. Но стоит она в разы дешевле. И она намного сытнее. Лично я вижу смысл в этом только как ради разнообразия. Ради просто попробовать что-то новенькое. Но это слишком дорого, чтобы быть правдой. Если их увеличить раза в два, тогда да, вопросов нет. Но в принципе это вкусно. На этом все. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, поставьте уведомления. Потому что это новый канал. И только здесь выходят длинные видео. Поддерживайте нас. Пишите, что Матюша Милошечка. Подписывайтесь на наш инстаграм, на наш твич. Мы всегда вам рады. Спасибо, что смотрели. До следующих выпусков. Пока. И напишите, как вам рубрика и снимать ли еще. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Продолжение следует. Пока. Продолжение следует...